Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон – 300-190. Сегодня ведущая в студии Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей программы. Александр Владимирович Арбузов, руководитель Федерации бокса Тверской области, директор спортивной школы Олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу «Мастер спорта России по боксу». Александр, приветствую вас. Добрый день. Александр Валерьевич Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Международной общественной организации Всемирный русский народный собор, председатель общественного совета, член коллегии управления Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области, член общественного совета ВСИН России, член общественной палаты Тверской области, член антинаркотической комиссии при администрации города Твери. Александр, здравствуйте. Денис Васильевич Шашулин, заместитель руководителя Федерации бокса Тверской области по работе с тренерами, мастер спорта России по боксу, старший тренер Тверской области. Денис, приветствую вас. Добрый день. И Ирей Кирилл Алексеев, председатель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель епархиальной комиссии по физической культуре и спорту, член общественного совета УМВД России по Тверской области. Этот Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые друзья, вот в этой студии мы неоднократно собирались вот таким вот составом, спортсмены, очень много рассказывали про бокс, говорили про бокс, говорили о вашей многоплановой, активной работе с привлечением детей и подростков, привлекали внимание к этому виду спорта. И возможно, что эти встречи, как, конечно же, ваша работа, не остались незамеченными, потому что по итогам 2023 года Тверская федерация бокса признана лучшей в масштабах всей страны. Правильно, Александр? Да, конечно. Вот интересно, кто и как, по каким показателям принимали такое решение? Кто сделал такой вывод? Ну, вывод сделал Всероссийская общественная организация Федерации бокса России, чем мы были на самом деле очень приятно удивлены на состоявшемся форуме с 1 по 3 февраля нынешнего года, где подводились итоги работы прошлого года Федерации, и мы вошли в ту элиту Федерации, реальная элита среди 89 регионов нашей страны, как лучшая Федерация по итогам года. Оценивалось там очень много критериев. Ну, помимо спортивных результатов, скажу, да, Тверская область спортивными результатами, как таковыми, там, высшими, не высшими, какими-то, ну, похвастаться. Ну, да, кто какой подиум занял, да, то, о чем мы обычно на это акценты не делаем. Скажу одно, что Москва нестрая устроилась, понимаете, тоже. Для того, чтобы все это было, нужно создавать инфраструктуру. Вот чем мы, в принципе, и занимаемся, и занимались. В нынешнем году мы отреставрировали, открыли залы представителей Осташковского бокса, у нас Денис Васильевич Шашулин. Ну, и вообще, таких залов, аналогов в стране очень мало. Это один из критериев был, вот, именно, избрание нашей Федерации лучшей. Осташковский бокс. Это в Осташкове открыли такой зал? И в Твери мы открыли зал. Еще один, помимо нашей пролетарки. О котором мы рассказывали. Да, а там еще у нас мы из коридора сделали зал, и такой же у нас получился модный, усовершенствованный зал для детских занятий, бесплатных занятий боксом детишек. Вот всегда мы на наших эфирах доделаем упор, что это бесплатно. После чего мы на этом не остановились, после чего у нас в мае нам была поставлена государственная задача Федерации бокса России провести на Тверской земле первенство России по боксу среди юниоров. Ну, скажем так, чемпионат России по боксу и первенство среди юниоров идет после чемпионата России рангом, понимаете? То есть, это ответственность колоссальная. Мы подошли к этому со всей серьезностью, посоветовались нашим тренерским штабом, нашим составом расширенного Федерации и приняли решение провести этот чемпионат в рамках того, что губернатор нам говорил о расширении, скажем так, спортивного туризма по программе правительства, то есть, обо всех наших областных уголках, жемчужинах, так скажем, чтобы знали все по всей России, понимаете? Не только в России. Ну, вот так получилось, что мы решили это дело провести в Осташкове, тем более наша жемчужина, действительно, озеро Селигер, это Нилово пустынь, это очень сплоченный ответственный коллектив в голове с Денисом Васильевичем Шашулиным. И, в общем, у нас по выполнению этой государственной задачи мы получили оценку отлично, что тоже вошло критерием избрания нашей Федерации лучших. Но, чтобы не уходить далеко от Осташкова, Денис, вообще, каково было принимать и насколько бокс популярен в Осташковском районе? Вот все-таки мы говорим часто, да, про Твери, но это все-таки столица Верхнего Лужья, а как там в глубинке, что называется, все равно далековато от Твери? Ну, далековато-далековато, но относительно всех других видов спорта, которые у нас представлены в городе Осташков, боксеры города Осташков, они считаются как бы лидерами спорта в городе Осташков, потому что у нас неоднократно наши воспитанники становились членами сборной команды Российской Федерации. У нас в городе девочка, первая в истории Тверской области победитель первенства России, бронзовый призер первенства Европы. То есть как бы наряду с остальными видами спорта, а так как у нас бокс, олимпийский вид спорта, и базовый вид спорта области, мы как бы на хорошем счету. Что касаемо проведения конкретно первенства России, конечно, это огромная колоссальная работа, и участвовали просто абсолютно все, как и в области, так и в городе. И администрация, и федерация, и комитет, и муниципальный комитет, то есть как бы были задействованы. Друзья и ценаторы. Ну, тогда тоже все задействуются. Абсолютно были задействованы все, да, и я так понимаю, ну, в связи с тем, что оценка нашей работы именно, то, что мы вошли там, да, в топ-10 там, федерации страны. Страны всей, да. Говорит о том, что мы справились с задачей, и всех все устроило, всем все понравилось. У вас сейчас новый зал, да? А где занимались раньше? Вот как вот это чувствуется вообще, да, вот даже по условиям, по отношению, по комфортности? Он, ну, там абсолютно разные условия стали, как было до этого, и как сейчас. Во-первых, ну, зал, он не новый, он как бы отреставрированный старый. Вот, ну, это абсолютно... Я сейчас небольшую предысторию зрения перебью. Предысторию небольшую расскажу. Буквально в 20 нам передали, когда пролетарку, все началось именно вот с этих моментов, когда в спортшколах там областной правительство Тверской области передало пролетарку, ну, чему мне сказано, конечно, благодарно, потому что я вырос в этом зале, и один из самых старых залов Тверской области. Вот, когда нам передали, мы посмотрели на, как бы, на условия, ну, и решили их, скажем так, как улучшить. И в 21 году, летом, мы затеяли там, ну, хотели с малого начать, с нашим дизайнером. Кстати, этот проект мы представили на форуме, вот сейчас, серпуховью, который тоже стал таким, знаете, как составляющим для принятия нашей решения. Там посмотрели, потому что уникальный зал, и у Дениса, скажу, вернемся к этому позже, зал по похожей технологии, скажем так, вот тоже уникальный зал, причем на момент начала ремонта нашего пролетарского зала, мы с отцом Кириллом принимали губернатора визит, вот, к чему он, конечно, зашел, посмотрел тот размах, с которым все началось, а там уже прорисовывались вот эти все рисунки, орнаменты, и вся та аура, которую он ощутил, понимаете, он просто посмотрел, ребята, это, ну, вообще здорово на самом деле. И вот после этого, тоже благодарность нашему правительству, после этого нам отреставрировали фасад пролетарки, отремонтировали, что немаловажно, одной из наболевших проблем была, конечно, кровля, отремонтировали полностью кровлю, и вот потихонечку мы начали, 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 в 21-м году мы открыли, в 22-м решили не останавливаться, начали ремонт коридора, в 23-м мы закончили коридор, открыли зал, провели, значит, у Дениса перенство, Денис сразу этот момент подхватил, понимаете, и все вот эти вот моменты, которые у него там в зале, это, конечно, красота, там... Давайте, я перебью, Александр, мы должны уйти на рекламную паузу, сразу после рекламы, уважаемые друзья, послушаем, что стало залом для занятий спортом, не переключайтесь. Здравствуйте еще раз, тема дня в эфире, 300-190 наш телефон, сегодня говорим в том числе о Тверской Федерации Бокса, которая по итогам 2023 года стала одной из лучших по масштабах всей страны, говорим о том, какие у нас новые залы, и о том, что, как открывали этот зал, потом из Твери эстафеты так передалась, да, палочка эстафетная, Осташков, да, и по той же технологии, да. А отец Кирилл, вот, сказал вот, Александр о том, что вы принимали непосредственное участие, да, вот, в открытии этого зала и в том, что там происходило. Святейший Патриарх Кирилл, он обратил внимание на духовное воспитание спортсменов и тренеров. И есть его благословение этим заниматься. Вот, наша епархия Тверская во главе с Владыкой Амбросием. Мы очень тесно взаимодействуем с Федерацией Бокса Тверской области и с Федерацией Бокса России. Вот, руководитель Международной Федерации Бокса, Марк Кремлёв, в своё время принял крещение именно на Тверской земле. Татьяна Анатольевна, руководитель Федерации Бокса России, она имеет корни свои из Вышнего Волочка. То есть, возможно, так сложилось не случайно. И вот мы, Тверская епархия, мы занимаемся тем, что выцерковляем ребят, спортсменов, тренеров, то есть, занимаемся выцерковлением боксёров непосредственно вот у нас здесь, в нашем крае. Что касается спортзалов, спортзалы все освещаются, во многих спортзалах мы можем наблюдать иконы. И помимо физического развития, мы занимаемся также и духовным ростом. духовным ростом молодёжи, духовным ростом спортсменов, воцерковлением и приобщением их к традиционной культуре. Это вот как раз о том, что мы говорили, помните, на первой передаче, когда у многих боксёры ассоциируются, да, вот как вот, для чего голова, чтобы по ней перчаткой там бить. Да, мы добавляли, что они должны защищать, а не нападать. Да, мы там развили, я думаю, очень всё подробно. Это очень важное сравнение было. Я бы хотел сказать, что задача наша заключается ещё и в том, чтобы не просто научиться защищаться, а научиться защищать ценности, веру, семью, родину. То, что нам дорого, Отечество. Мы воспитываем защитников Отечества, прежде всего, и православных христиан. И пусть даже не сразу они придут в храм, пусть даже не сразу они будут участвовать в таинствах Церкви, но они запомнят те слова, которые мы им говорим. И может быть, когда-нибудь кто-нибудь из них вспомнит и пойдёт тем путём, на который удалось наставить уже вот в эти годы, в годы занятий и тренировок. И пусть не каждый из наших ребят станет чемпионом, там, выдающимся спортсменом, но мы стремимся к тому, чтобы они были воспитаны хорошими и порядочными людьми. Это очень важно, конечно. Мы тогда же говорили, что фактически тренер, он и должен быть как вторым отцом для ребёнка. Тем более, что в некоторых семьях просто неполные семьи. А здесь вот и смотреть, и как развивается ребёнок, и в что за человек вырастет. И фактически тренер, по большому счёту, за это отвечает. И вот, исполняя благословение, свящего патриарха Кирилла, правительство Тверской области, также видит значимую роль в этом духовном воспитании, в роли церкви, и всегда поддерживает все наши совместные начинания, за что мы, конечно, очень благодарны нашим руководителям. Это здорово. Все организации, которые я представляю, Всемирно-Русский народный собор, Общественная палата Тверской области, Антинаркотическая комиссия при администрации города, мы активно сотрудничаем со всеми организациями, федерациями, которые проводят патриотическое воспитание молодёжи. Фактически так и есть. Тренировки коснулись не просто вторые отцы, а вот давайте поговорим о детях. Вот ребёнок в классе, который занимается боксом, допустим, уже там 14 лет, я думаю, многие кандидаты мастера спорта, наверное, защищают квалификацию. А тоже в этом возрасте? Они кем являются, ну, образно говорю, 15, там, да. Кем они являются в своих классах? Они являются лидерами, их слушают. И от того, какую информацию они получают в залах, какую информацию они получают тренеров, зависит, как поведёт себя коллектив класса, если они считают его реальным лидером в своём классе. Поэтому это очень важно. Эта работа-то ведётся всеобъемлющая и масштабная. Я, Ирина, хотел, ну, не в укор тебе, конечно, сказать, но я обязательно это скажу на эту тему, потому что вот смотрите, сколько мы сейчас услышали интересных фактов. Тверская федерация стала первой по России. Девочка из Асташкова золотую медаль первенства России завоевала и бронзовую Европу. Кто-нибудь об этом знает? Нет. Потому что в должной мере СМИ, конечно, это не освещается. Я считаю, что нужно делать упор на освещение вот таких моментов. Во-первых, нам есть чем гордиться. Во-вторых, ну, я приведу простой пример, очень неприятный, когда, я думаю, и телезрители меня поддержат в этом вопросе, когда у нас проходил крестный ход на икону Казанской Божьей Матери, но в СМИ эта информация вышла только к вечеру, а днём мы все прекрасно слушали, как Алла Пугачёва приехала в студию Салимова записывать свой новый клип. Понимаете, нужно разделять одно от другого. Это очень важно, чтобы сознание, чтобы понимание было у людей, что важно на самом деле, а что не важно. Но вы информируете, да, предстоящим, вот, все средства массовой информации, вы информируете, что будет открытие того же зала, что состоялось это, да? У вас же, наверное, и сайт свой есть, конечно, о котором мы говорили. Который мы недавно создали, очень, и сайты, и соцсети у нас. Мы, кстати, и по соцсетям тоже одни из лучших по стране, по России. Как и тренеры личные ведут свои блоги, старшие тренеры, организаторы, так и мы, руководители федерации, и заместители спортшколы. То есть сайты обязательно, потому что это та неотъемлемая часть, без которой существование организации уже, к сожалению, не может быть в нынешнее время. Возьмите людей возрастного уровня, да, которые не могут в интернет зайти через телефон. Они смотрят новости по телевизору. В новостях это есть, а не, а как, у нас в Осташкове, оказывается, есть зал. Оказывается, такие результаты. Давай сходим, посмотрим, послушаем. Многие-то со средств массовой информации, человек эту информацию для себя определяет, особенно при лагере определенного возраста, который с гаджетами не дружит. Поэтому это обязательно нужно освещать. Я еще одну вещь хотел сказать в плане антинаркотической программы. Вот, спасибо огромное ребятам, сразу скажу, потому что они делают огромную работу, проводят. Потому что помимо патриотического воспитания, очень четко и дается информационный ценз против наркотиков. Потому что это беда сегодняшнего дня. Мы уже огромное количество передач на эту тему выпустили, но с этой бедой нам бороться нужно будет сегодня, завтра и послезавтра, и она никуда не уйдет. Поэтому та работа, которая ведется по антинаркотической программе в рамках проекта «Стоп наркотик» Тверской области, она должна вестись непрестанно. И в спортивных федерациях она ведется в первую очередь. Я сразу вспоминаю тот круглый стол, да, Зицкий? Кирилл, помните, когда мы проводили в епархии, где были представлены практически все и спортивные организации, и должностные, и правоохранительные структуры. Очень многочасовой работа состоялась. Юлия Саранова была как депутат государственной думы. Я думаю, что недавно мы совершенно с Александром встречались в этой же студии и разговаривали, какую работу проводит антинаркотическая комиссия. Но здесь-то у вас все едино. Да? Мы знаете, как мы даже вот не словами, и вот Александр Руга рассказывал, вот в курсе, мы вот у нас ожидаемое количество гостей было, Денис Васильевич, сколько у нас было, Восташков приезжал на первенство России, которые даже город такой не знали, что такое есть. Да, знают такого озера Селигер. Ну, наверное, исток Волги слышали. Хотелось бы, знаете, еще что отметить, что вот соревнования начались с посещения монастыря Ниловой пустыни, куда приехали, сколько, несколько чемпионов мира, два олимпийских чемпиона было, вот, помолились там у мощей Нила Столобенского и спросили Божьего благословения, вот, там, монахи нас очень хорошо принимали, в общем, гости были очень, ну, рады, тронуты, руководство было Федерации бокса России. Потом, слава Богу, все хорошо, успешно, вот, провели с Божьей помощью. И вот это и есть начало такого духовного воспитания. А тем более, что Вы же занимаетесь и с детьми, и малый возраст у Вас есть, да? Не договорил, Мария, вернемся к этой теме антинаркотической. Вот, у нас, значит, ровно за три недели, ну, решили, так скажем, чтобы гости к нам приехали, да, и, соответственно, чувствовали себя, не видели ничего такого, о чем ранее упоминалось, да, о каких-то наркотиках, закладчиках. У нас совместно с правоохранительными органами, с местными правоохранительными органами, значит, был организован несколько рейдов по выявлению вот этих вот злоумышленников, я не знаю, как их назвать, которые устраняют эти... Дельцов от наркобизнеса. Ну, это уже преступники. Были пойманы, то есть, и, соответственно, наказаны, то есть, есть пример, работа не словами, понимаете, можно много чего говорить, там, о стратегиях, а это ничего не придумано, просто брать, ловить и, как говорится, отдавать их, передавать сотрудникам правоохранительных органов, все. Понимаете, и вот на этом примере, это была, знаете, как такая часть подготовки к этому первенству, люди приехали со всей страны, со всех 89 регионов нашей огромной страны, и, конечно, вот отец Кирилл сказал, потому что и Нилу Пустынь посещали как и православные, так и мусульмане, которые были шокированы, на самом деле, той энергетикой, которая вот там, в этом месте присутствует, понимаете. И друзья, вот кто тоже из республик различных, там, Дагестан, Течня, Татарстан, вот, они, конечно, были шокированы, обещали вернуться, обещали вернуться и уже возвращались, понимаете, мы уже их встречали. Тогда многие, наверное, впервые, да, побывали на этих местах, да? Так сколько все-таки было людей там, какой был, сколько чисто было? Ну, если брать на, мы, если говорим о участниках, там, и представителей команд, это в районе 750 человек. 750 человек для Осташкова, это очень большая цифра. Просто делегации спортивные. Это просто делегации, да, без семей, без семьи. Тут, там, болельщики, семьи, родители и так далее. Тут сразу вопрос решается туристического класса. Ну, здесь, да, есть только вопрос. Кстати, в самом Осташкова вызвал интерес, приходили местные жители, открытый турнир был, да? Весь город просто был боксом. Это у нас впервые за всю историю тверского спорта первенство в России провел. Да, были соревнования в 2006 году, все, спор возникал, там, знаете, были соревнования в 2006 году, но они называли всероссийские соревнования переходные. То есть, на возраст переходной, это в декабре, в юбилейном проявлении, в 2006 году. Ну, это про Твери идет, конечно. Да, это в Твери. И это всероссийские соревнования были, не перенство. А данное перенство и такого уровня, то есть юниоры, за что первое, второе место, в первую очередь, дается Мастерспорт России, звание высокое. А во вторую очередь, это был отбор на первенство мира, если не ошибаюсь, проводилось там в Румынии оно, вот, куда отбиралась вот самая элита, российского бокса, понимаете. То есть, это уровень очень высокий, наивысший. Там не только осташковские жители были, я встретил там своих прихожан. Да? Приехал, да, на открытие, вот, и смотрю, прихожане мои приехали поболеть из Твери, которые ходят в храм Александра Невского. Что важно сказал Александр, первенство. То есть, это уровень соревнований, который позволяет присуждать квалификацию. Соответственно, то есть, это кандидат Мастера Спорта, первый, второй, третий разряд Мастер Спорта. От этого уровень и зависит. То есть, после соревнований человек получает уже официальную награду. А вот, кстати, я бы хотела у Дениса спросить, а у вас, Ташкова, вообще, настолько хватает тренеров по боксу? Достаточно есть кому работать с детьми? Достаточно, что называется, проверенные люди? В хорошем смысле этого слова. Потому что тоже ты разный человек может устроиться на работу. На сегодняшний день у нас четверо тренеров. Один это наш тренер общий, который нас привел, да, там, моих коллег. Это Анатолий Тимофеевич Славьев. Вот, кстати, зал, который мы сейчас отреставрировали, он будет, он уже носит имя именно нашего тренера. То есть, как бы мы вот таким образом захотели отдать дань уважения этому человеку. Потому что для развития бокса, для вообще, для ребят, для всех, для, кто сейчас взрослый, да, мужчины с семьей своей и так далее, и для малышей он сделал, ну, огромную работу. Вот он привил, так как и у меня, и у моего товарища, да, с кем мы тренируем. И любовь к этому виду спорта, и вот, ну, во что это все вылилось, да, там, в сборников, воспитанников, да, там, в проведение первенств, там, всякого разного уровня. Мы сейчас говорим все о первенстве России, да, у нас не за горами, через буквально 20 дней будет первый в Тверской области мастерский турнир среди юниоров. У нас есть, как бы, да, наша визитная карточка нашей области, это турнир в Твере всероссийские класса, вот, но там среди взрослых боксеров. То есть, на сегодняшний день мы думаем о том, чтобы наши, у нас, как правило, да, спортсмены доходят до, там, определенного возраста, там, 17-18 лет, заканчивают среднеобразовательную школу. И, ну, как правило, да, переезжают в другие города, это Москва, Санкт-Петербург, для получения высшего образования. И, так скажем, да, у них даже возможности такой вот до сегодняшнего дня, да, не было, чтобы, там, выполнить норматив мастера спорта на родной земле. То есть, на сегодняшний день, вот, через 20 дней в Осташкове начнется турнир всероссийский, где за первое место будет присваиваться мастер спорта России. С какого возраста вы детей берете? Давайте напоминать родителям. Официально физиологический возраст для занятия боксом, это никто ничего не придумывал, это, как бы, скажем так, спортспортивные, ну, ученые, врачи как-то, и даже не рекомендации это, а именно 9-10 лет. То есть, начало занятия боксом, ребенка, мальчика, девочки, 9-10 лет, не раньше. У всех могут быть бойцы в 5 и в 4 года. Еще раз призываю родителей не заниматься ерундой, не отдавать ни в какие там коммерческие, какие-то непонятные, там, знаете, тренер-структуры, где там с них только собирают деньги и нахваливают, да вот у тебя такой, у тебя сильный, у тебя сикой, да вот там, знаете, как вот это, ну, всякую можно культуру развить. Ну, лишь бы денег заработать. Лишь бы денег заработать, но к виду спорта это отношение имеет, и, скажу больше, сейчас на закладном уровне нам дали полномочия Федерации бокса России, которые мы уже будем фильтровать и таких тренеров, да, скажем так, которые, ну, прибегают таким методом, скажем так, касаемо своего виду спорта бокса. Вот, поэтому они все, что хотят, могут развивать, но не бокс. Мы сразу будем от таких сбавляться. Ну, к счастью, таких немного, да, их нету практически. Ну, вот я про что вот спросила тоже, тренерский состав, это тоже, да, все должно быть под контролем. А на скольки можно заниматься? Да, а вот на скольки вот здесь можно, да. Вот, как мы видим, например, отца Кирилла, который со сборниками нашими Тверской области, с мужчинами боксирует, ну, не то, что на равных, а я ему призываю, отец Кирилл, попробую, может быть, сам на чемпионате Тверской области выступить, потом на ЦИФО поедем, понимаешь, как так. Ну, и как решение приняли, нет? Ну, согласно правилам, к сожалению, мы... Да, до 40 лет любительский бокс. До 40 лет? Любительский бокс, да. А вы с какого возраста начали заниматься, отец Кирилл? Да, я как-то вот со школьных лет начал заниматься, но я другими видами занимался немножко, там, вольной борьбой, рукопашным боем, а боксом уже начал заниматься, когда в семинарии приехал в Тверскую область, вот, потом вот с Александром Владимировичем познакомился. И тут тоже грех не заняться, да, наверное, да? Сейчас вот под его руководством тренируемся. Здорово. Так и не только сам, но еще и прихожане. У нас, как бы, своего рода такое боксерское братство, в честь Александра Невского, вот, и несколько десятков молодых парней. И девушек. И девушек, вот, у которых уже у самих дети, там, по двое, по трое, там, детей. Мы периодически, вот, приходим в зал, несколько раз в неделю уделяем этому прекрасному виду спорта, который развивает нас не только физически, вот, и духовно мы развиваемся в храме. Ну и вообще-то бокс, это такой вид спорта, это диалог интеллектов, ведь, выраженный в жестах. Да, вот, как мы говорили, когда вот некоторые думали, что это совершеннейшее, об интеллекте нет и слова, когда ты произносишь бокс. И, со слов отца Кирилла, приобретает в нашей области массовость, понимаете, к чему говорил президент на последнем выступлении, который обозначил 24-й год годом семьи и спорта. Вот, и он сказал, что нужно стремиться к повышению общего, ну, к повышению населения занятий физкультурой. К чему мы, Федерация бокса России, получили, Федерация боксерской области получила на форуме оценку, в том числе и по этому показателю, то есть у нас он приобретает уже массовый характер. У нас несколько подвидов появились официально, это сила и скорость удара, это кулачные бои, это бои на льду, как ни странно. Тоже вид спорта такой, понимаете, тоже, который Федерация бокса развивает. Это все продает массовость, увеличение количества занимающихся физкультурой среди населения. Вот, это не только... Вообще физкультура, любым видом спорта. Да, любым видом спорта, но бокс на нашей области уже, как несколько лет, принимает массовый вид спорта. Вот говорили, вот в перерыве, как раз, 4,5 тысячи на верхней львовской земле занимаются все, да? Из них 2,5 тысячи детей и подростков, да? Это очень хорошая цифра, на самом деле. Я хочу что сказать. Мы все прекрасно понимаем, какая сейчас ответственность и задача перед нами стоит, перед всеми, без исключения. Сейчас я скажу, какая. Во-первых, я хотел сказать, что Федерация бокса, когда родители отдают в Федерацию, есть понимание, что, допустим, та или иная секция входит в Федерацию. Это не подвальный клуб, это никакие доморощенные тренера, которые даже не получают должные квалификации. Я вот слышу, например, неоднократно, что на каких-то частных турнирах кто-то погибает и так далее. Но в Федерации этого невозможно, потому что люди аккредитованы, они аттестацию проходят на эту тему и так далее. Но родителям надо об этом задуматься. Основная задача, которая стоит сейчас перед нами, перед всеми, перед общественными организациями, давайте поддерживающими структурами, это выборы президента в марте месяце. Поэтому мы максимально должны обеспечить стопроцентную явку на избирательном участке. И я знаю, что ребята тоже активно этим занимаются, потому что если ребенок ходит, ему об этом говорят, соответственно, родители понимают, насколько важен этот вопрос для страны на сегодняшний день. И я бы хотел попросить Дениса анонсировать подробнее мероприятие, которое пройдет. Да, по поводу нашего мероприятия. Да, да, о котором мы уже говорили. Да, через 20 дней у нас придет первые российские соревнования. И цель наших соревнований не только, да, спортивная составляющая, а еще само название нашего турнира, оно посвящено памяти подвигу военных десантников 6-й рот. Вы же сам десантник, мне сказали, да, Денис? Так и все и получилось. Зародился этот турнир, наверное, благодаря тому, что мне посчастливилось пройти срочную службу в армии в 76-й десантно-штурмовой дивизии. Именно там я получил всю информацию по поводу подвига 6-й роты, и меня настолько это тронуло, как бы, да, и я начал углубляться в этот вопрос. И так случилось, что после того, как мы приняли решение, да, совместно с Федерацией провести там матчевую встречу, это началось вот 10 лет назад, как только, ну, демобилизовался из армии. Сразу же вот на следующий год мы провели матчевую встречу, где там встречались состарковские боксеры против сборной команды Тверской области. Ну, это спортивная составляющая, она была там на втором плане. Здесь именно вот мы должны были показать, да, там детям, людям, которые, особенно, ну, маленькие детишки многие, да, там смотрят фильмы «Десантник» и так далее, они должны понимать, что это как бы, ну, все здорово, это элита наших вооруженных сил. Но вот такая ситуация была, вот такая история есть у этого подразделения. Ведь это же очень важно, когда дети узнают, да, из первых уст. Это же воспитание непосредственное. А где он еще узнает? И вот здесь видят твои соотечественники, те, кто живет с тобой рядом, да, вот они тоже, они и служили, и они об этом помнят. Мы провели данное мероприятие, после чего там на своих интернет-ресурсах прорекламировали, так скажем, его. И уже на следующее мероприятие к нам приехали люди, приехала сестра погибшего парня, которая возглавляет здесь у нас в области фонд памяти шестой роты. Поинтересовалась, почему вас с Ташкой мы объяснили, что вот так, так и так. И все это привело к тому, что мы сейчас взаимодействуем плотно и с фондом памяти шестой роты, и областным. И они также нам помогают, да, там, в организации данных соревнований. Она постоянно принимает участие, она приезжает, рассказывает, как это было. Ну, на примере своего брата, это ее родной брат, да, там погиб. Вот. И таким образом мы до молодежи, и вообще в целом для населения доводим, что... А со следующего года у нас данный турнир будет, мы уже взаимодействуем полностью с вооруженными силами, с Министерством вооруженных сил России, со спортов обществом. Вот. И данный турнир у нас будет отборочный турнир. Это будет называться «Перенство России по боку со вооруженных сил памяти шестой роты». То есть все к одному, да? Да. А отец Кирилл, вы говорили, и памяти святых, да, ведь проводят такие имены тоже, чтобы дети узнавали, ведь это же все информационное обогащение человека. Памяти Александра Невского, стовоблаговерного великого князя, памяти Михаила Тверского, нашего покровителя города Твери, вот. И помимо того, что происходят спортивные состязания, но еще есть исторический экскурс, и ребята интересуются, потом приходят, задают вопросы. Мы также, помимо всяких социальных дел, проводим беседы, общения, привлекаем интересных спикеров, историков, этнологов, исследователей, которые нам рассказывают о святых, о воинах, о русской боевой традиции, об истинной русской боевой традиции, об истинной нашей культуре. То есть, знаете, сейчас очень много всякого суррогата, очень много всяких ложных теорий, вот. И мы имеем как результат всплеск, особенно в спортивной среде неоязычества, всяких сект, у нас такого нету. У нас именно научный подход к изучению истории и очень увлекательный. Мы привлекаем реконструкторские исторические клубы, где ребята могут померить доспехи, погреметь железом, посражаться. Меч подержать в руках, сколько он весит, на самом деле. Меч, который сделан, соответственно, со всеми археологическими раскопками. И мы стараемся через историю спортсменов, боксеров, именно привлечь, заинтересовать к истинным традиционным ценностям. Вот. Чтобы они были воинами. Действительно, дают свои плоды. Многие ребята сейчас выполняют боевые задачи на СВО. На СВО. Наши воспитанники, вот. Недавно вот один у нас товарищ есть, Дмитрий, он получил медаль Суворова. Вот. Он служит во второй бригаде спецназа. А вообще так отслеживаете? Вот так вот это пути движения? Ленинский парень был студентом исторического факультета. Ходил на бокс, занимался. И вот волею судьбы оказался сейчас защитником Отечества. Еще один тоже вот наш прихожанин приехал сейчас вот недавно по ранению. Вот. Тоже вот участвовал, воевал. Даже трофеи кое-какие привез. Вот. Вражеские шевроны. То есть ребята выполняют свой долг, защищают Отечество. Мы молимся за победу. Молимся, чтобы они вернулись живыми, здоровыми. Вот. И также многие из наших воспитанников сейчас служат в правоохранительных органах и в Росгвардии. Это вообще замечательно. Вот, кстати, на примере, вот, Денис, вы у нас за этим кругом встал впервые. Вы скажите, вот ваше занятие бокса, вы, по-моему, говорите, с 10 лет начали заниматься. Да, все это. Насколько оно помогло вам в жизни? Вот что вот тогда в 10 лет родители отдали? Или вы сами как? Или в этом возрасте сам ребенок, наверное, еще не понимает? Нет, нет. В моем случае, как бы, родители никогда не препятствовали, если это адекватное здоровое желание, да, к чему-то там прийти, к спортивному. Мне никто не препятствовал. Захотелось попробовать. И, так скажем, в моей истории не с первого раза, как бы, я задержался там, сначала пришел, не получилось, потом собрался еще раз, пришел, но потом затянуло и все. Отвечая на ваш вопрос, безусловно, все, что в моей жизни происходит, ну, все благодаря боксу. Вот, как бы, буквально, банально, это не звучало. Вот мне, кстати, очень понравилось, как вы сказали, да, что вам посчастливилось. А тут еще надо добавить один момент, о котором Денис умалчивает, о том, что в момент его призыва на срочную службу он уже был мастером спорта по боксу, соответственно, попал в десантные войска. Это очень важно, при отборе. Это послужило, да, причиной, чтобы, ну, так скажем, попасть в элиту наших вооруженных сил. Я хотел еще через зрителям сказать, вот, уважение слова Ца Кирилла, чтобы они посетили обязательно Александр Невский собор в Твери, потому что это единственный храм, на стенах которого, назовем это фресками, изображены православные святые войны. Вот, это неописуемая красота, на самом деле, и когда вот полностью они были закончены, роспись вот этой части, фронтальной, скажем так, я сам для себя был удивлен, сколько много у нас православных войн, оказывается. Это обязательно нужно посмотреть и детям, и взрослым. Это очень нужно сегодня нам. Мощи Александра Невского тоже вот в нашем соборе находятся, были привезены несколько лет назад по благословению владыки Амбросия. Вот, и многие люди приходят к этим мощам помолиться за поддержкой, прощаются к Александру Невскому за помощью, как если бы он был бы сейчас с нами, был нашим князем. Владыке, надо сказать, слова благодарности большие, потому что он, во-первых, благословляет все это, во-вторых, он принимает активное участие и в антинаркотической программе, и в молодежных мероприятиях, и в спортивных мероприятиях. Вот, у него, конечно, очень серьёзный график, но у него на всё хватает времени. Поэтому, спаси Господи, и благая лето долгие владыке нашему за то, что он такое активное участие в этом принимает. Ну и спасибо, конечно, да, региональным властям тоже, когда вот вы говорили, что отреставрировали, да, всё. Да, отремонтировали, да, кровлю, и причём и поддерживают постоянно на должном уровне, конечно, и поощряют, в общем. И знаете, как, ну, приятно понимать, что мы не одни, знаете, как у нас есть надёжный тыл, да, который, ну, всегда нас поддержит. И к словам ранее, вот, чтобы пока мысль не ушла, отца Кирилла Коля о храме сказали, Александра Невского, не случайно при первом визите руководства Федерации бокса России, Татьяна Анатольевна Кириенко, данный храм был посещён. Причём, вы знаете, как были вот ликами святых, очень, на самом деле, не то, что удивлены, а знаете, как, ну, красота неописуема, вот, как Александр Валерьевич сказал. Вот, и отец Кирилл не сказал, что были приглашены от нашей епархии для освещения Центрального офиса Федерации бокса России в Олимпийском комитете, понимаете. То есть мы осветили, скажем так, главный штаб российского бокса, после чего, узнав, ну, это момент, такая, знаете, история, другие, все Российские Федерации начали подходить, видя это, понимаете, и уже мы осветили, да, Татьяна Анатольевна там уже. Ну, в общем, да, чтобы туда ехать, это же пришлось брать разрешение у патриарха, у святейшего, вот, владыка договаривался, в общем, приехали, осветили. Вот, потом, кто, стрелки обратились. Вот, ну, значит, потом еще было много желающих, я думаю, что нам придется еще раз туда съездить, вот, и досветить все оставшиеся офисы. Да. А, кстати, как у вас взаимодействие, взаимоотношения с другими видами спорта? Вы как, единым кулаком, что называется, за патриотизм, духовно-нравственное воспитание? Ну, в комиссию, ну, по вопросу физкультуры и спорта Тверской епархии входит несколько федераций спортивных, вот, в том числе федерация самбо Тверской области, вот, и даже руководитель федерации самбо, он сам живет в Аржеве, приезжает к нам на тренировки. Самбо он всего добился, да. Боксом позаниматься. Позаниматься боксом, да. Отлично. Ну, очень важно, об этом сказали, чтобы не служилось у наших телезрителей мнение неправильное, что мы только бокс. Да, да, да. Сейчас говорим, что это единственный вид спорта, ни в коем случае. Все вместе, да. Все виды спорта, которые входят в Федерацию спорта России. И вот эта президентская программа, она касается именно тоже этих всех видов шахмата. Это одна большая спортивная семья. Все тренера играют в шахматы. В футбол. У нас секции есть шахматные, вот, и при храме, в том числе, есть секция. Возглавляет Федерацию шахмат Тверской области замечательный человек, Александр Петрович. Мастер спорта по боксу СССР. О, опять бокс. Бокс и шахматы. Да, да, да. Что не умеют думать, вот вам, пожалуйста. И думать, и читать, и в шахматы. И просчитывать на несколько шагов вперед. Тактика, стратегия, все вместе. Все играют в футбол. Вот в этом году, например, представители, лучшие нападающие в футбольной лиге. Вы можете представить себе любительское, старший вот мастер спорта. Даже Денис Саша Шулин, да. Да, лучший нападающий был признан в 23-м году в футболе. Обалдеть, смотрите, как все переплелось. И вот мне очень понравилось, когда вы сказали, что мы не едины, мы вот, вот, чувствуется поддержка, как вот наши ребята, которые сейчас на передовой, они чувствуют вот эту поддержку, когда письма приходят, гуманитарная помощь передается, что мы здесь все поддерживаем. И что им растет достойная смена. Да, и смена, и вы же об этом говорите здесь. Да, конечно. Давайте еще раз, у нас, к сожалению, подходит программа к концу. Давайте мы еще раз напомним, куда приводить, где узнавать информацию, помимо нашей программы, о нашей Тверской Федерации. С кем можно общаться по этому поводу? В соцсети, контакты, все есть. Есть сейчас вот, на данном плане, в завершающем этапе у нас сайт, в котором будет все указано. Во всех у нас из 30, помните, 4 муниципалитетов Тверской области, в 22 у нас развивается бокс. Подали заявки у нас сейчас такие города, как Торопец и Весегонск, где тоже сейчас мы обязательно их посетим в ближайшее время, где тоже будет развиваться. А так, вся информация у нас в соцсетях, то есть в интернете, в пространстве, все это есть. И при храме эти можно позаниматься, да, Уэс? Можно прийти, пообщаться, а мы направим уже. А, ну да-да-да. Отец Кирилл направит в том числе. И какое, наверное, пожелание осталось родителям, чтобы не пугаться? Мы уже говорим-говорим об этом виде спорта. Ну, стереотипы, их, к счастью, все меньше и меньше, потому что видят, что на самом деле, что, как вы говорите, там, что там, еще я ем. Нет, для чего тебе голова, я в нее ем. К истории. Вот кто первый в России стал выписывать учебник по боксу из Англии? Как вы думаете, кто? Мы, по-моему, договорили. Да. Канан Дойль? Нет, Александр Сергеевич Пушкин. А, Пушкин ему упоминали. Да, да, да. Он со своими друзьями тренировался. Потом, ну, естественно, писатели, вот, классики, занимались боксом. Ну, тот же Канан Дойль занимался боксом. А потом, ну, многие... Нет, мы там многие перечислили. Это еще можно говорить, очень важно знать историю. Потому что, знаете... Арнестский Мингури. Да. Это все стереотипы, ну, на самом деле, не очень грамотных людей, что вот эти вот все моменты... Вообще, занятие всем, любым видом спорта, она подразумевает собой развитие физическое и в совокупности, то есть и умственное, понимаете, и духовное. Потому что ни одна, вот это факт, ни один, ни спорт без тела и духа, он, как бы, ну, это просто, знаете, оболочка какая-то. Поэтому развивается все вместе, потому что все у нас профессии важны, да, знаете... Все профессии нужны, да. Ну, вот, смотрите, все программы подходят к концу. Я говорю, уважаемые друзья, посмотрите на участников нашей сегодняшней программы. Все подтянутые, красивые мужчины, основы которых от этого гулдбокса, несовместимы никогда. Мы об этом говорили и будем говорить сейчас. Неоднократно. Будьте здоровы, спасибо, важную работу делайте. Пусть у вас сбудутся все планы. Приглашайте. Во всяком случае, я приеду сделать репортаж. Я думаю, что вашей информацией заинтересуются другие средства массовой информации тоже. Мы надеемся на это. Турниры, да. Всего доброго. Ну и, конечно же, наших ребят поддерживаем, которые там сейчас на передовой. Всего доброго. Здоровья вам. До свидания.